тема духовной войны актуальна на всякое время знаете я в прошлый раз говорили некоторых вещах которые как говорились мы говорили в шаббат что да действительно мы знаем бога любящего но мы забываем что бог есть бог судья праведный и как страшны его суды давать как бы нельзя играться с богом как с кошка которая найти дразнить дразнить потом и делать с ним что угодно и не думай что он ничем тебя не ответит эта история которая очень наверное люди просматривают и надеюсь что она поможет вам сегодня я хочу продолжить такую тему как духовное сражение духовная война тема которая непосредственно также связана с российской агрессии против украины война в украине некий прообраз который каждый из нас испытывает каждый переживает и вот тема духовной войны актуальна на всякое время во об этом говорили и в танахе и 2000 лет назад еще об этом говорил и 500 лет назад дай тысячу лет назад и даже современное время мы все-таки поднимаем эту тему духовной войны потому что она непосредственно нас соприкасается с нами и мы хотим понять что то такое что как это работать служить сражаться какие методы применять в данном вопросе и фактически тонах раскрывает нам начало духовной войны где надменный слуга подумал что знает найти место бога он знает бога знает свою позицию и решил что этот слуга который был созданный богом поставить свой трон посреди сомна богов ошибаясь в одном деле он не знал кто из низ кто исайя описывает эту историю очень интересным образом 14 глава 10 стих спас по 17 все они будут говорить тебе и ты сделался бессильным как и мы ты стал подобен нам преисподнюю низвержена гордыня твоя совсем шумом твоим по тобою подстеляется червь и черви покрывают тобой как ус упал ты с неба десница сын зари разбился о землю попирающий народы а говорил сердце своем зайду на небо выше звезд божьих вот внизу престол свой и сяду на горе в сомни богов а краю севера зайду на высоты облачные буду подобен всевышнему но ты низвержен от глубины преисподней видящий тебя всматривается в тебя размышляет о тебе тот ли это человек который колебал землю покрыл потрясал царство вселенную сделал пустыню и разрушал города и и пленников своих не отпускал домой как интересно это описывает врага дух человеческий до еще во говорит что некоторым евреям что отец вас дьявол если вы думаете что вы вы дети бога то всмотритесь вы лжете и подражаете своему отцу поэтому вы учились не у бога говорит истинную правду да а вы учитесь у дьявола лгать и превозноситься с в своими достижениями поэтому взвесьте кто у вас отец но еще вот делает одно заявление очень интересное потому что эта война которая произошла в танахе да мы говорим это не война ну что там два-три дня там не с кем сражаться да как бы там то есть все сдадут нет эта война произошла так быстро да ну что там ее побеждать помните дать ну что там его побеждать этот но так быстро что во мгновение ока то есть мы думаем что некоторая борьба зла с добром идет вечность еще говорит 10 главе луки 18 по 20 20 стих я видел сатану спадшего снега к молнию не успел он подумать поставить свой трон дальше это предпринять и соблазнить всех там третью часть ангелов как мгновенно он упал с неба не смог даже сразиться потому что бог всемогущий сильный и глупо думать что ты можешь с кем-то сражаться так как с богом и тебе за это ничего не будет и вот он говорит я видел сатану спадшего снега к молнию все даю вам власть наступать на змей и скорпиона всякую силу вражью и ничто не повредит вам говорят я видел сатану поэтому я вам даю оружие божье сражаться именно против всяких сил вражеских у вас все необходимое есть однако он говорит однако то есть не гордитесь то есть слава радуется доводить это как чувство какой-то гордости мы победили лукавого водка классно мы мы ему дали как кусь кунума это говорят да такое слово да но вы не радуйтесь что духи повинуются вам но радость тому что имена ваши написаны книги жизни чего мы должны радоваться тому что наша брань которую мы ведем против плоть не против плоти и крови а против духов поднебесный и нам дана власть да и сила снизвергать всяких превозносящий дух да или же нам радоваться тем что мы дети божьи и мы усыновлены и наши имена написаны книгу жизни но какое имя твое как написано твое имя побеждающий сильный муж веры что написано вот духовные войны на фоне полномасштабной войны россии против украины часто являются противоречит противоречивой и знаете странной частью нашего обихода наша нашей жизни особенно верующие люди потому что с одной стороны мы сравниваем себя со светом а противников со злом мы праведные они беззаконники мы спорим о правосудии божьем и безответные молитвы потому что я думаю я думаю что многие люди особенно верующие люди христиане спрашивают себя разве богу сложно в один день как бы сжать сердце маленького карлика дали чехолка на мрущего да и сломать ему эту иголку да как бы на конце иглы там есть его жизнь так вы душите его потихоньку руками своими ну а мы почему-то так хотим чтобы оно произошло но не получается уже два с половиной года он еще не умирает никуда да мы думаем об этом и спорим одежда боже справедливо здесь же это в духовная война как она должна вообще решиться если с нами бог так то может против нас у нас тысячи вопросов мы невольно вовлечены в эту духовную войну подсознательно мы об этом думаем сейчас это очень чувствительная тема и конечно же хочу немножко ее приподнять люди сваливают вообще-то все свои неудачи или провалы на врага нашей души вы замечали что люди очень часто говорят а дьявол то а без это надо за каждой в швабре мы видим всякого душонка духу маленького большого как том в мультфильме или фильме вид до поднимите мне мои очи что посмотрел на того христианина который там стал за углом да вот момент я думаю что люди часто винят сатану и ну и думаю что правильно делают если бы я знаете проиграл сражение я бы наверное винил бы в этом своего противника не потому что как бы у меня не хватило сила промы я бы говорил бы он был хитрее я не под я не подготовился такому исходу это ну вместо того чтобы сказать что действительно я пролетел мы говорим он был хитрее я не проиграл не не я не прыгал он просто был хитрее ну знаете истина в том что мы учимся на наших ошибках из быть готовым к сражению означает быть способными учиться на ошибках или же нас на обстоятельствах с которым мы сталкиваемся невозможно ожидать духовных побед если мы не научены правильному использованию духовного оружия невозможно вот вот на тем применение богом предлагаем оружие это первую очередь означает с этим оружием нужно разобраться если вы заметили течение всей войны которая сейчас проходит в украине англия германия испания другие страны которые имеют немного другую тактику обучения и как сказать вот подготовки солдат до с современным оружием они брали и набирают целые батальоны молодых людей которые не были раньше в на сражениях к тому чтобы научить их новому оружию нового тактики но нового подхода вообще к выведению современных войн не как по старинке потому что мы сегодня с вилами ни на кого не идем правильно если там можно было раньше какими-то еще там конницами какими-то внезапными движняками на этом вилами косами как бы у нас сражались чем могли то сегодня в мире как мы же знаем основная тактика и врага и тем чем мы сегодня обладаем это у нас говорят перед дроны да это наша авиация такая секретная да уже мы не невидимками всякими всякими пилотами оружием да уже сражаемся пытаясь сохранить сохранить войну то есть бог хочет чтобы мы сохранились чтобы никто не погиб но вы должны научиться вы знаете и когда мы думаем об этом вот как бы другими словами сказать подготовка к духовному сражению начинается не с применения все оружие которое нам даны а начинается с изучение тактики в войны врага я думаю что мы так не книгу не привыкли мы привыкли что в библии написано вот у вас все оружие божие да и мы знаем и краса прочитаем и официанам 6 глава и мы на этом как бы пытаемся сказать нам слово божье нужно нужно спасение нужно защитить веры да вот одеться благовестия и так далее мы это прочитаем но на самом деле подготовка к сражению или же даже изучению оружия божьего во всеоружие нужно вообще его посмотреть на него увидеть что нам предлагается но к тому чем мы будем вести эту духовную брань не брониться у нас любят люди не 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 обороняться оборониться у нас любят да всячески покрывать и трехэтажными эти каких особняками да поэтому правильное употребление тактического оружия практического да нам необходимо через слово божье павел пишет 2 кориффина 2 глава 11 стих чтобы не сделал нам ущерба сатана ибо нам не безызвестны его умыслы кому из вас известны умыслы врага победа начать или же подготовка к сражению начинается с узнавания чем сосед твой обладает с тактики что он делает чтобы нарушить все твой весь свой мир чаще всего люди думают что главный умысл сатаны это за заставить нас грешить и вот если мы так вот на те вот это сделал потому что и помню когда пятидесятника в старые времена перед причастием и так далее всегда делали вечер исповедания да и все выходили как бы говорили о своих грехах а потом добавляли отчет попутал или бесы попутали как бы дайте ну так не я виноват ну не я виноват рогатый или там что-то еще да вот он я почему-то не знаю почему его рисуют врагами наверно в откровении просто дракон но на сама суть ведь он как раз самый красивый был да он был самым 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 уникальным почему-то вот сравнивают с чудовищем и вот мы почему-то думаем что основная тактика врага чтобы мы чем больше нагрешили мешок собой носили вот собирали наши грехи но помните да что бог говорит если мы исповедовать свои грехи друг перед другом да то крови шоу мессия очищает нас от всякого греха поэтому я думаю здесь какая то есть ну не суразица не думать не нужно думать что дьявол питается нашими грехами но чем больше люди будут решить им я буду кушать буду толще жирнее волевластной это ошибочно единственно чему можно вот прийти это к тому что тактика врага чаще всего как раз вот направлено отделить тебя нет греха поймите грешишься не отделить тебя от бога от бога отделить и вот момент такой я бы я зачитаю где мой телефон извините зачитай как раз одно место которое мне очень писаю пятьдесят девять синодальный перевод вот рука господа не сократилась чтобы спасать и ухо его не тяжело этого чтобы слышать бог не что не хочет спасать разве они слышат но там дальше написано но беззакония ваши произвели разделение между вами и богом вашим другими словами разделение дьявол заинтересован от разделения грехи они как бы они питаются грехами все равно но согрешаем и отделяемся и как я же прошлый раз говорил если помните что именно вот слава божия не позволяет греху пребывать в этой славе ничего нечистого не может устоять перед святостью божию и мы понимаем что ничего нечистого в небеса не войдет да и по этой причине нам необходимо было крови шоу мессии которая как раз вот и действовала потому что без пролития крови нет прощения грехов и ищу а однажды не с кровью тельцов и козлов пришел как бы во святая святых да и кропил он крышку ковчега но собственной кровью окропил для того чтобы у нас был доступ к этой благодати что пока покрыт будучи покрыты кровью освященный да мы могли бы устоять на праведном суде всевышнего так что еще однажды это сделал осветил нас этой кровью он дал нам возможность быть оправданы вот и когда верующие люди понимают свою позицию в боге они будут ее держаться держаться чтобы именно очищение освобождение надежда на ищу а миссии дает нам возможность устоять любых этих искушениях из-за того что именно спасение во благодати они по делам и дьяволу все равно что ты грешишь не грешишь и он все равно хочет одну вещь сделать сделать тебя бесчувственными к божьему откровению кто бог есть если ему удается удержать человека от спасения то есть ну отношение с богом тогда сатана будет пытаться еще сделать нам найти вот такой христианский как сказать шах и мат он хочет оставить чувство что ты не достойный божьего внимания и вот и мы имеем свою позицию боге 1 иоанна 3 2 говорит друзья мы теперь божьи дети это наша позиция мы уже его дети потому что он искупил нас и установил посредством ешуа миссии и он не называет нас рабами он называет нас детьми друзьями близкими родными искупленными и поэтому еще еще не открылось кем еще станем мы дети ночи нет крыске мы станем мы знаем что когда явится он мы будем подобно ему как так как увидим его таким как он на самом деле такими словами нам откроется мы скажем слава богу я удержался слава богу я держусь у телосона усыновления но пока мы не на земле мы подвергаемся коррупции слова коррупция это как ржавчина мы подвергаемся старению ржавчины именно влияние информационного круга которого круг нас потому что вера от слышания а как мы добавляем а слышали от слова божьего но на самом деле дать остановимся на первой фразе вера от слышания от информационного нашего влияния нашу жизнь я заметил честно скажу я заметил что то что мы слушаем реально влияет на нас если сейчас пою одну песенку до которого поем над на на ретрите то вы уходя из этого с этой комнаты зала да вы будете и петь но я скажу больше вот то что пела группа прославления до о том что тату усим нам все сегодня будут люди уходить и будут эту песню петь потому что тот чего мы что мы слышим мы верим и она остается в нашей голове нашем сердце и чем мы заполняем свой эфир темы и питаемся я заметил что на эти едешь и в радио включил какие-то там песенки да какая-то песенка на тебя повлияла ты едешь уже я уже нету она в тебе в голове сидит я думаю я и на самом писании что чем мы питаемся что мы слышим даже любят я не считаю библию хорошо не читай слушай ее закачай себе закрыли за сделайся ты будешь слушать ты будешь просто чистить свой свой разум и ты будешь наполняться этим ты будешь жить порог из оси говорит из-за незнания гибнет народ из-за незнания гибнет народ а если он знает но знание приходит на основании слова божьего и это слово которое бог говорит уходя из дому и приходя на пути ты или где-либо навяжи это слово на себе на разум на сердце да на повязки сделать то есть напоминание это слово тебя будет сопровождать давид говорит ты светильник ноге моей твое слово светильник ноге моей другими словами нам необходимо понимать что является словом божьим незнание или невежество подобно человека который понимает что оружие которое мы предоставили это инструмент не только для защиты потому что есть оружие которые для защиты а также есть оружие которое для нападения и вот человек который вот не не знаю не имеет знания в боге или же невежда в познании а дьявол хочет чтобы мы оставались невеждами чтобы мы слышали слов но не понимали что то такое чтобы мы были невежды как употреблять это слово к своей жизни для того чтобы мы могли противостоять именно всем козням и вот момент очень очень интересный что именно человек который знает что оружие делает он не хочет его употреблять по одной причине он боится что это оружие ему навредит ему же навредит когда испытали атомную бомбу в хиросиме нагасаки кажется президента был рузвельт да ему ему донесли о том что это бомбам сделала реально а они не же они не ожидали последствий которые это оружие произвело он сел и просто аниме не мог переварить все то все то тот ужас который ему принесли на отчетов чтобы понимали люди сгорали полностью эта волна которая там все разнесу кропы не смог этот именно фотографию а между прочим в нагасаки и в хиросиме да бомбу сбросили фактически во время католической массы и были церкви это огромнейшая церковь католическая церковь за эти люди там верующие молились чтобы закончилась война и над ними взорвали бомбы и там ничего не осталось и он стал и говорит это оружие не может быть оружием войны и по с этого момента стала момент чтобы не использовать атомное оружие против человечества и все последующие заявления договоренности чтобы не исполнить она не является между прочим оружием войны а массового уничтожения чтобы понимали что чем я человек боится ли человек который не готов иметь сражение на поле боя да он боится оружие и фактически мы говорим об очень интересном моменте и например эфессианам говорит об аудоостром мече почему об аудоострый меч очень опасен как вы думаете чем он опасен об аудоострый меч уже по слову по слову говорит об аудоострый но и знаете очень интересный момент если я вам покажу у меня два меча один такое такое ощущение что он побывал от на всех войнах до порублены и так далее он 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 действительно он я не об него несколько раз резался второй меч красивый ну прикольно тяжелый нормальный похож на эти как как на крест какой-то такой но он тупой абсолютно слова абсолютно тупой вот нас есть такие христиане да такие вот которые используют слово божие такие вот они они видят что это меч есть они знают его но слово оно абсолютно для них тупое понимаете да они не знаю каким как его используя и далее потому что на село не порежет и да а это вот эта штука но очень очень даже опасно лишь можешь показать людям если они им интересно что-то такое осторожно до чем он опасен именно об аудоострый меч страдает от этого меча чаще всего неопытный воин и потому что он может порезать тебя с любой стороны слово божье при этом найти вот при ней про неправильном его использование может больше нанести нам вреда чем это можем представить себе слово божье живо и действенно послание к евреям 4 глава 12 стих она острее любовь самого острого меча она проникает в нас так глубоко что отделяет душу от духа слова божье но если но если она тупое для некоторых людей она же вообще ничего не разделяет мы им пользуемся она как бы так ну написано дальше написано что и отделять душу от духа суставы от костей она судит помышление чувства и находящиеся в наших сердцах это слово она как раз если она обоюдоострое она как раз может сделать разницу вопрос как многие из нас пытались использовать слово божье для как бы своей личной цели например якобы слова божье говорит что я буду успешный своих путях я начал провозглашать о том что бог не дал успех для того чтобы одно второе или же наоборот что ничего не повредить тебе и это так мы начнем провозглашать это слово и в конце концов ничего не получаем то есть неправильно использование это слово его божьего не приносит насущной для нас победы давайте посмотрим вот еще несколько вещей то ищу во будучи искушаемых хитрым врагом который тоже знает обещание божье помните да дьяволом говорит ну так же написано что ты не притнесся камнем то есть прыгни да с краю храма спрыгни не притнесся еще говорит а написано так же не искушай другими словами дьявол фактически знает то что там написано не думайте чтобы то что вы провозглашаете там паса он чего-то не знает он все это знает но неправильное использование писание способно нам навредить потому что множество исповедания бывает еще больно потому что не получаем результат которым мы хотим дать посмотрим что говорит писание насчет именно во всеоружие божье это первое вернее эфессианам 6 глава с 10 стиха наконец братья мои укрепляйтесь господом могуществом силы его облегитесь во всеоружие божье чтобы вам можно было стать против козни дьявольских потому что наша братья против крови и плоти но против начальств против властей против мироправителей тьмы из века всего против духов зло злобы поднебесных для это не санель между прочими другие куда браккарды да да все до сего примите всеоружие божие то есть вы должны принять его получить его дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять и так станьте припаясь в числа ваши истины облекитесь броню праведности в обувь обувь ноги в готовность благовествовать мир а а им паче всего возьмите щит веры которого возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого своем спасение возьмите и меч духовный которые есть слово божие и чаще всего мы на этом и останавливаемся но там есть следующий стих 18 дальше и всякой молитва при прошении молитесь во всякое время духом старайтесь о всем самом во всяком постарайтесь и молением о всех святых другими словами перечисляется и потом и молитесь еще еще одно из оружия молитва знаете когда почитал это мне показалось что павел делает такое заявление наконец-то типа конце концов братья укрепляйтесь господи и сила его когда я прочитал ты думаю что-то мне напоминает как будто выпуск курс курсантов из училища военного училища знаете такое нужно было подготовить до его эти наконец-то вы кадеты выпускники теперь двумя словами знаете вот друзья и как бы я перефразирую его выступление главнокомандующего и вы на выпуске кадетов которые прошли подготовку в военном училище друзья вы прошли учебку на подготовительном этапе вы проявили себя неплохими войнами снаряженные всем необходимым для сражения против врага и мы вам рассказали раскрыли всю тактику вашего врага и потому что эти тактики нам не безызвестны теперь уже непосредственно поле боя вам нужно будет понять что это настоящая война а не учебка не против плоти и крови даже если люди будут вас обижать но помните что ваш враг сатан то есть духовная война но вы не не без сказать не беспомощны у вас есть вся броня которая необходима так броники купили до вас они все есть это нет ни шеф потреб от они картонки или деревянные они настоящие келаровые хотя весит немного немало тяжело но это спасет по крайней мере ваше сердце да потом у вас есть шлем спасения чтобы вам никто не бывший не вышиб мозги всякой ложной информацией у вас есть щит обулись обулили берцовом отделе нормальные чтобы не порвались на пути чтобы могли людям сказать что они делают какое зло что им нужно покаяться врагам и да вам еще после 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 всего еще нужно немного помолиться там будет страшно но советую вам молиться духом потому что если будете молиться как понимаете наговорите больше чем надо друзья примите присягу через водное погружение обещанием служить богу чистой совестью вот такое чувство что именно павел пытается сделать выпуск несмотря на то что мы иногда думаем что мы их готовы к снаряжению наш враг он всегда будет принять применять тактику которая очень уже и неприятная павел пишет что сатан будет поменяет тактику он не будет давить тебе на тебя с силой как это было в египте в рабстве он не будет на тебя давить оружием и свои угрозами он поменяет тактику потому что власть у него отнята ключи ада и смерти у ешуа он еще победил и дал нам обещание то есть он дал нам победу в имени его в имени ешуа мессии следующий павел поэтому пишет облекитесь во все оружие божие чтобы вам можно было стать против козни дьявольский козни дьявольский если вы пойдете в этот самый подстрочники да там и что-то слово значит на греческом языке на самом деле она означает хитрость дьявол меняет тактику то есть другими словами гибридно информационную войну начать не давит силой не давит свои своим как бы вот буллингом бряцанием второй армии мира и тому подобное да меняется тактика меняется хитрость то есть дьявол будет брать многих ложью информационной ложью писание 1 тимофея 4 1 дух ясно говорит о том что в конце времен некоторые люди отступят от веры слушать духов входящих заблуждение и бесовские учения скажите но хорошо как во всем этом балагане узнать что такое бесовские учения какие знаете и чтобы маам немного как бы не впадать в многословие какой-то такой найти языковой объяснение отвечу словами пророка что такое учение бесовская следующее исайя 5 глава 20 стих горе тем которые зло называют добром добро злом тьму почитай почитают светом а свет тьмою горькое почитают сладким а сладкое горьким все наоборот другими словами то что бог говорит я есть свет да нет во мне тьмы люди говорят так подождите он есть тьма потому что средневековье доказала нам что христианство никуда не пошло задурманивают ваши мозги да и по момент если люди начнут так мыслить то выражение бог есть свет и нет мы становится утопией для тех кто верит что бог и свет истины еще где я есть свет и вы должны быть светом еще год я есть тот путь истинная жизнь а люди говорят подожди кто такой иисус из назарета вымысел это как бы инструмент для как бы манипулировать вами и и говорят он не есть свет он был как историческая личность ничего особенного он не сделал кто из вас знает золотой ключ общины которые мы часто запускаем на тот самый на на экран и мягкие люди а какое видение общины послушайте римлянам от 1 глава 16 стих ибо я не стыжусь благовесния миссии потому что она есть сила божья к спасению всякому верующему во-первых иудею а потом и еле и остальным другим это есть сила во спасение благовестия смотрите что там дальше написано чем подпоясана именно на это выражение в нем открывается правда божья в ком вешуа миссии от веру 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 наши наши с вами основания есть вера в веру пишу миссию как написано праведен праведник верою жив будет именно надежда на ешуа на оправдание по вере становится нашим основанием и на эти вот убежденности что мы спасены оправданный еще человек будет жить верой а не мечтаниями не мечтание что станет лучше моя жизнь изменится и стану богатым красивым как бы там еще подтянутыми с ничего мне за это не будет понимаете да но с мечтателе попадает все эти дьяволы и сети обмана хитро сплетенными и вот и мыслями которые дьявол нам подает уже буду читать дальше продолжим можно продолжить что буду читать даже у вас есть библии поэтому читайте ибо открывается гнев божий с неба на всякой нечести неправду человека падает подавляющую истину неправдой помните говорю белая не черная свет нет тьма пойдущего говорю да подав они подавляют неправдаю его невозможно знать о боге явно для них потому что бог явил им они не могут согласиться с тем что бог иногда являет им и на через чудеса через знамения я встречал столько людей которые а меня бог избавил знаю что бог есть ты ходишь в общину ходишь церкви ты хотя бы куда нибудь хочешь ты растешь как 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 последователь и шо миссии то ну все церкви как бы это одна мафия или это мозги компасе но я знаю что бог есть но живет как последний подонок извини пожалуйста уже однажды бог чем-то открылся но дальше не хотел идти потому что либо невидимая его вечная сила его божество от создания мира через рассматривая творение видимы так что они безответны но как они познав бога не прославили его как бога и не вас благодарили но осуетились в умствованиях ваш своих омрачилась несмысленно их сердце называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицами четырноногим и без пресмыкающимся то предал их бог по хотям сердец их нечистое не чистоте так что они осквернили свои сами свои тела они заменились истину божью ложью и поклонялись и служили твари вместо творца который благословен во веки аминь то между прочим чисто еврейское выражение когда что-то богословенное имя аминь когда ты что-то делаешь потом потому предал их бог по стыдным страстям женщин их заменили естественное употребление противоестественно подобно и мужчина оставив естественно потребление женского пола разжигали с похотью друг на друга мужчина мужчине делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свои заблуждения даже не это за грех за заблуждение разжигаетесь так не будет так не должно быть не так вы созданы богом как они не заботись иметь бога в разуме то предал их бог превратному уму дело непотребное так что они исполнили всякой неправды блуда лукавство коростолюбие злобы исполнены зависть и убийство распри обмана злонравия злоречивы клеветники богоненавистники обидчики самохвалы горды изобретательное назло непослушный родительным безрассудный вероломный нелюбимый нелюбовный да непримиримый не милостивы они знают праведный суд не знают что делающие такое нет достойной смерти однако не только их делают но делающих это одобряют надо достаточно перечисления или нет вы можете представить что нам необходимо будет побеждать все то что в это делать это сети которые раскинуты дьявол не будет давить силой такого давления дебесовская как мы говорим козни извращения изменения чтобы мы воспринимали что это норма и и знаете сегодня война с российской федерации наглядный пример того что можно увидеть в духовном мире для верующих людей можно видеть не только коварные замыслы врага но и последствия неподготовленности нашего народа мы не готовы были мы не были готовы к тому что будет происходить даже мобилизация как найти как евангелизация или потери как это не подготовлена с нашей стороны для нас с вами наша ситуация должна стать примером готовности сражения против зла против греха против хитрости против гибридной и ложной информации еще одно направление которое я не могу как бы сказать не говорить что это очень опасно для верующих людей но это используется во время войны это закон трофейного оружия знаете да наши войны очень часто говорят все бросили враги наши оставили спасибо вам за лен лиз и употреблять против наших врагов фактически нам все предоставлено богом все оружие которого все оружие там перечисления до членом спасения щит веры ободоотствие меч то есть слово божье на предоставлено и конечно же молитвы которые нам мы должны делать нам предоставлено все необходимое но закон трофейного оружия не вниз эти невозможно употребли употреблять для верующего человека о чем я что я имею ввиду настоящее время враг теряет и терял оружие и технику и хотя наши войны используют и для духовной войны нам не невозможно использовать то оружие которое делает враг мы не можем как верующие люди нужно быть внимательны чтобы не использовать уловки врага в своем направлении око за око зуб за зуб помните да да ругательство за ругательство так написано писание об этом нашем варианте нет такой опции как трофейное оружие не стоит использовать эту тактику проклятие на проклятие злословие на злословие что будет хорошего если мы любим тех кто нас любит и благотворим тех кто нам дают но 1 петра 3 9 говорит не отвечайте злом на зло и оскорблением на оскорбление напротив благословляйте ведь именно для этого вы призваны чтобы получить благословение немножко другая техника то тактика на что другой из другие условия в божьем плане победы нет места трофейному оружию нет места выжженной земли нету места именно делать так же как делает нам враг не это нет этого места нам нужно учиться новым тактикам духовной войны суть моего послания сегодня это преобразование нашего тактического преимущества над врагом потому что у нам уже дана победа мы сегодня под флагом любви в армии божьей да мы призваны к этому не убивать а спасать вы понимаете о чем говорю да и не подобляться этому миру потому что это в этом мире господствует дьявол мы не можем быть участниками этого этого мирского балагана как мы говорим мы должны именно вот быть из светом и показывать что мы искуплены мы не часть этого мира нас не оставили в этом мире на погибель потому что я с вами до конца этого мира вот я не оставляю вас как овец и дьяволков он говорит я не оставляю вас но он оставил нас для того чтобы мы спасали погибающих у нас облег силу не для того чтобы мы использовали по своему усмотрению и для временного земного преимущества но сила нам дана для того чтобы противостоять дьяволу освобождать те кто в темницах и в рабстве греха нам предоставлена возможность стать в ряды победоносной общины под флагом любви как я уже сказал они по флагам ненависти и унижения все оружие бога это истина праведность евангелие вера спасение слова божие молитва это то что нам дано и они являются оружием данным богом посредством которого мы можем одержать духовные победы преодолевая атаки и искушение сатаны моя молитва о преобразовании мышления послание криминам я заканчиваю это послание именно вот послание криминам с 1 стиха по последний то есть 21 20 стихов они меня вдохновляют я не знаю как вас вдохновляет или нет но послушайте итак умоляю вас братья милосердие божие представьте тела ваших жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения вашего не сообразуйте свеколь всем но преобразуйте с обновления ума вашего чтобы вам познать что есть воля божия благая угодно и совершенное подано мне благодати всякому из вас говорю не думая себе более нежели должно думать но думайте скромно по мере веры какую каждому бог уделил ибо как в одном теле у вас много членов но у всех членов одно и то же дело то и мы многие составляем одно тело вешуа а порознь один для другого члена то есть как бы за и взаимно помогающие и как по данным нам благодати имеем различные дарования то и имеешь ли ты пророчество пророчеств по мере веры и между служение пребывай служение учитель учение увещевать или увещевая раздавать или раздавай по статье начальник ли начальцы усердием благотворитель ли благотвори с радуши любовь да будет непритворно отвращайтесь от зла прилепляйтесь добру будьте братолюбивы друг другу с нежностью почтительности друг к другу предупреждайте то есть уважайте друг усердие не ослабевайте духом пламенете господу служите утешайтесь надежду скорби будьте терпеливы молитве постоянные в нуждах святых принимайте участие ревнуть и о стороноприимстве богословляйте гонителей ваших благословляйте не проклинать и радуйтесь с радующимися плачьте с плачущими будьте единомысленны между собой невысокомудрствуйте но последуйте смире сверенным не мечтайте о себе никому не воздавайте злом за зло но пекитесь о добром о добром перед всеми членами если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми не мстите за себя возлюблены но дайте место гневу божьему ибо написано мне отомщение я вас дам говорит господь и так если враг твой голоден накорми его если жаждет напой его ибо делая сие ты соберешь ему на голову горящий уголе не будьте побежденны злом но побеждайте зло добром возможно сегодня мы посмотрели на духовную брань немножко с другой стороны мы с вами снащены нам дано очень много но мы не только на поле боя нам нужно пройти или проходя учебу учебные такие мероприятия не просто знать оружие что она есть значит это оружие готова и знать каким пользоваться младенец или же новичок фехтовальном деле не способен достичь от первого урока своего совершенства для этого нужно время выпускной он уже совершил господа будет я дал тебе победу она еще несовершенно возможно ты потерял некоторые сражения не стал победителем но победа есть от него и у него не делайте того чего делают на войне которая сегодня проходит в украине не пользуйтесь военными тактиками которые в плотские невозможно забрать оружие трофейная лен лиз этим же оружием мочить твоего врага наоборот не будет не будьте побежденной злом убеждайте добру зло добру если вашей жизни приключились такие вещи которые как мы сегодня перечислили и дьявол хитрым способом смог вынудить тебя следующим вещам например на злословие ты воздаешь злословие у меня что-то украли возьму ябка что неправильно лежит метова не хватает писание говорит украл пресс преть не кради кто врал перестань врать понимаете чему занимался кидалом потому что как говорится сильно много лоха в одессе да подожди это не твой метод зарабатывания денег надо говорить что люди даже сами думать если в нашей жизни то мы дали возможность трофею который мы как бы типа получили победителем использовать против нашего врага тогда он победил от этого еще больнее и моя молитва сегодня о том что у нас преобразование пришло став на наши ноги я верю что мы сейчас творим поклонение просто отдадим все те территории нашей жизни где духовная брань которая у нас иногда происходит мы где-то пати потери получили потому что мы не сдержались мы попались на уловку сатаны на эту хитрость информационную какую-то эмоциональную какой-то момент где мы прикнулись упали я хочу вам сказать одну простую истину я вас тоже то знаю как все покрыто кровью и за каждый грех нужно было исповедание перед богом и приносить жертвы но жертва уже совершено а исповедание она на каждое время актуально и сегодня мы даже мы можем сказать богу простые вещи если где-то я нарушил то о чем ты предупреждал я прошу тебя помоги мне измениться нет такого греха который бог бы не просил кроме улына духа святого это мы не знаем как это что-то такое конкретно конкретно кто-то пытается сделать это форму как это мы не знаем я хочу вам сказать что если где-то мы допустили в себе трофейное оружие какое оно ни было друзья сожгите врагам на зло попалить это тронами которые веры называются беспилотниками уже все-таки когда летишь ты вера летишь да нужно уметь управлять и мы во время молитвы просто скажем оба гостей если вам нужно просто как бы выйти вперед искать мне нужна молитва то или другой тире территории своей жизни это у меня есть искушение я чувствую поражен это я использую эти тактики врага неправа направлении пути просто прийти вперед пусть вас помолимся если кто-то в прямом эфире нас смотрит вы тоже дать молитву покаяния это чтобы искать пригласить и шоку свою жизнь если хотите это сделать тоже это сделать и пригласите вашу жизнь шой и поверьте поверьте он изменит ее а также тем верующим если мы будем исповедовать наши грехи друг перед другом то он обязательно простит и поднимет оба спасибо 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 что оружие наши не плотские они не плотские они на свершение всяких духовных атак хитрых атак сатаны которые является отцом лжи маленькая ложь порождает при убеждении и отводит нас отношения с всевышним не грехи и насколько как раз конкретно и он не пытаясь не питается грехами нашими а именно отдалением от истины которую и шума миссии в боге где мы отдаляемся во тьму и мы перестаем переживать того бога который любит в этом причине бог говорит я обращу сердца детей к отцам хоть я забуду твои грехи я закину их за хребет не воспоминую их боль и он говорит о том что приблизитесь ко мне я приближусь к вам в этой причине мы имеем собрание чтобы приближаться к свету отдаляться от зла прилепляться к добру и менять свою жизнь и жизнь окружающих нас а вас спасибо тебе что у нас есть за привилегия прославить тебя ибо ты благ алина